И приходит, и Стас, и я ходил делать снимок в библиотеке. И мне подходят и говорят, выйдите из зала. Я говорю, почему? У вас полезно. Поэтому это был остальной так много раз, что я не буду... О чем вы говорите, Илья Абрамович? Я хотела бы к Кольцову с вами поговорить. О чем вы говорите? О Кольцову Николай Константиновичу хотел бы с вами поговорить. Я с вами договаривалась когда-то по телефону, я жена Василия Константиновича под полность. Очень приятно. Но только не фотографируйте. Я хотела бы к Кольцову, чтобы вы нам рассказали. Дубай, это можно. Пожалуйста, куда бы мы могли пройти, чтобы запись на основании? Только через некоторое время, минут через десять. Если только вы покушать надо. Пойдемте, я вас пройду. Когда мы будем с вами встречаться. А вы можете его привести в 23-ю комнату? У него же никогда не было мыслей. И вот они скрестились таким причудливым образом. Его слушали не как обычно слушают, а уже все существо его слушало. И его доклады всегда были нованы, тщательно отделаны, вполне компенсированы по содержанию. Вот я не видал нигде такого количества отисков, которые были у него. Вот если померить, допустим, эту комнату, то нужно еще две прибавить, чтобы только шкафы с отисками поместились, не говоря о книгах. И вот особенно я имел удовольствие часто смотреть эти шкафы с отисками. И не было ни одного, сколько-нибудь значимого ученого в мире, или наших русских ученых, которые ему не прислали бы свои труды всегда с очень хорошими, теплыми посвящениями. И в этом смысле у него была такая притягательная сила, но связанная с тем, что он глубоко понимал все эти вещи. Каждый мог сказать что-то важное, полезное и новое. Учения в Академике написали статью, Академик Келлер, Каштаянс, ну и несколько им подобных людей. Статья была гадкой, напечатана в правде, резонанс был сильный. И вы за кольцом, так что вы это должны помнить. Может быть я это уже весь забыл, но если кто и голосовал против, то это вынуждено, боялись. У нас было в руководстве поразительно много негодяев. Был замдиректора некий Арутюнов. Он пришел, малознающий человек, но его назначили все замдиректора. И когда началась война, он тут же уехал, затем дезертировал, и в войне не участвовал, он учил партии. И уже потом где-то в Узбекистане его нашли, уже лезть через 10 дней, расстояние он приезжал, его исключали из партии. Был еще один тип, который, ну уж не буду, в общем, все руководство, общественное руководство, доброго слова не заслужил. И здесь вот еще одна черта сказалась у него. Как только человек погибал, то он немедленно приказывал убрать труп, потому что это психологически действовало, морально действовало. Если человек тяжело ранен, он тут же требовал эвакуации этого больного. Первое еще ранение было у него в 41-м, а второе вот на Днепре, в 62-й дивизе, это было третье ранение, которое он получил. И когда мы взяли все-таки этот населенный пункт... Шла киносъемка. Вы знаете, когда уже везенковщина более или менее закрылась, ко мне пришли из медицинского института и говорят, ну у нас студенты новые, давайте устроим дискуссию. Для сенков цивы. Это примерно одно и то же. А мы дискуссию не устроили. Им это было интересно. А вы знаете, что студенты-биологи понятия не имеют о том, что был 48-й год. Они понятия не имеют об истории науки вообще. Если люди не имеют интереса, пусть они и остаются таким по кругу жизни. Вы их не перемените. Если у людей нет интереса к прошлому, то что с них можно вообще спросить? Значит, вот сейчас ко мне обратились студенты биофака МГУ, которых я, значит, снимала. Не может быть, чтобы они не знали. Я могу вам показать кинопленку. Они говорят, мы этого ничего не знали. Это для того, чтобы показать, что вот они... Минуточку, что они совершенно невинны. Я в их невинность не верю. Значит, а что они меня просят? Вот они сейчас звонили и говорят, не могли ли бы вы нам устроить встречу с генетиками, которые участвовали в дискуссиях? В частности, с вами они очень просят встречу. Подождите, я имел на счет приглашения завкапитры 20-го числа уже прошедшего. Он пришел и сказал, что сделаем в начале декабря. Но это, может быть, это и нужно делать. Но если человек не желает чего-нибудь знать, ему все равно это не поможет. И всем он давал и мутагены, давал и методики, и помогал всячески, и ездил. Когда Иосиф Абрамович покупал химреактивы, когда он наплачивал буквально все. Продолжение следует...